Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Румулус, и вот мы вновь продолжаем наше странствие. На дворе 1979 год, жаркое лето. Я думаю, хорошая пора будет сейчас создать еще один маршрут. Так, у нас здесь есть 5 возможных направлений, и одно из них до сих пор не занято. Так, какое же? Так, одно сверху занято. Ага, все направления заняты на самом деле. Ну что ж, это приемлемо. Нет, не все не заняты, все-таки одно направление не занято. Так, а с кем мы не соединились здесь? С вот этим вот ватзалом. Ну что ж, нужно найти точки соприкосновения где-то, и поставить еще один вокзал. Так, давайте возьмем. И вот, где-то вот здесь этот вокзал построим. Так, здесь у нас тут пару личных зданий. Отлично. Время может бежать. И вот он, наш долгожданный вокзал. Так, что касается этого вокзала, то нам нужно будет пройти достаточно длительный путь. Путь, который начнется с этого момента. Так, поехали. Прекрасно. Вот так вот, мы самые настоящие мостостроители. Так, есть результат. Относительно быстро этот мост сейчас будет достроен. Отлично. Я, честно говоря, не хочу удешевлять все эти конструкции. Пусть сколько стоит, столько стоит уже. Главное это качество. Качество этой дороги, которую будем возводить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, прекрасно. Ну что, что касается нового вокзала, то здесь у нас все более чем хорошо. Дорога подведена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вуаля. Могу ли я здесь поставить депо? Вряд ли. Ладно, знаешь, в другом месте будет находиться это депо. С местом у нас здесь проблем как раз и нет. Так, и создаем новый маршрут. Вообще, просто нереально у нас количество этих соединений. Для каждого поезда отдельная линия. Это очень шикарно. На дворе 1980 год. Вот, потихоньку приближаемся уже к нашей эпохе. Так, что по поездам? Будем брать нашу классику. Так, подойдем. И пять вагонов. Так, выбираем линию. И погнали. Так, хотелось бы посмотреть на этот маршрут. Как обычно, с кучей поездов у нас проходят все эти маршруты. С кучей мостов, тоннелей. Так, 63 миллиона у нас есть с наличными. Вот это действительно транспортный узел. Не отдельные какие-то виды транспорта. Здесь у нас все есть. В первую очередь есть скорость в 60-70 километров. В начале игры я даже не мог представить себе такие траты. Мы там буквально с копейки на копейку перебивались. Так, и вот уже скорость 100 километров набрана. 125 километров. Романтика. 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 Да, посмотри, одни транспортные развязки во все стороны. Некоторые даже линию горизонта покрывают. А первые наши мосты совсем иначе строились. Первоначально я возводил возвышенность на территории. После уж прокладывал какие-то линии. Так, здесь у нас вокзал будет востребован. Рядом есть транспортные развязки. И они обязательно будут пользоваться популярностью. Тарк-вот и наше новое жилое здание. Так, и хорошо. Пусть так и будет дальше. Да, не хватает еще одной развязки. Так что придется потрудиться над ее созданием. Где-то здесь можно было бы сделать железнодорожную развязку. На еще один рейс. Будем пробовать. Так, грузовой вокзал. Не всегда это получается с первого раза. Так, отлично. Есть первая линия для вокзала. Так, смогу ли вывести вообще линию отсюда? Хотя бы в 100 километров надо скорость займить. Так, ну вот и славно. 100 километров будет. Слишком многого не буду требовать. И опять же, здесь есть уже хорошее у нас заготовленное место для постройки вокзала. Так, отлично. Есть трамвайные остановки. Есть вся необходимая инфраструктура. Так, 300 километров тоже есть. Давайте хотя бы в 200 километров возведем. Так, что мешает? 291 километр. Так. Да, вот это вот мы изменили ландшафт. Так, прекрасно. Плюс один чудный маршрут у нас есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, 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 давай. Замечательно. Появляется еще один маршрут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, может быть, я депо смогу здесь поставить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему-то наша новая станция не получается сразу же прокачать по максимальному уровню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, электрификация есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ладно. Значит, где-то здесь будет построена дополнительная колея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, совсем чуть-чуть. Эх, ладно, будет у нас одностороннее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Депо здесь. Так, хорошо. Плюс один дополнительный маршрут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запустить время на максимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вот и все, готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, этих линий уже не меряло. 70 линий у нас есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вот очень правильно, когда в городе есть много вокзалов и равномерно можно распределить движение между этими станциями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вот самое интересное, это линия горизонта, на которой виднеется огромное количество мостов. Эти моста выше городов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну поехали, прокатимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не все, конечно, неприбыльными будут, и даже не знаю, когда они смогут выйти на уровень себе окупаемости, но в данном случае я могу себе это позволить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё раз посмотрим на виды наших горизонтов, на бесконечные мосты, бесконечные туннели. Хотя этих туннелей не так-то и много, если их с мостами сравнить. Мостостроительство у нас по-настоящему развито. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, отлично. А, вот здесь вокзал не мешало бы прокачать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, у нас здесь не сверхпроводник, не сверхпроводник, высокоскоростная железная дорога. Так, что вышло? Ух ты! Новый поезд. Ну, будем потихоньку заменять на новые поезда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что за поезд? Я хотел бы посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вагон 22 пассажира и 200 километров. Да, это уже чего-то стоит. 125... 300 километров! Да, это был действительно известный французский скоростной поезд. Но мне почему-то казалось, что он в 70-х городах появился, а не в 80-х. Так, известный французский высокоскоростной поезд, принадлежащий национальной компании, французский железный дорог. Если не ошибаюсь в произношении, СН... С... С... Ф, что ли? Он состоит из нескольких сочлененных вагонов и был построен для сообщений между Парижем и с северо-востоком Франции. Так, второй какой-то вагон, еще более быстрый. Скорость загрузки не очень большая. Большая емкость пассажиров. Так, еще какой-то более дорогой. 256 пассажиров и 300 километров. Ну, стоимость обслуживания нереальная просто. Так, и это поезд. Ну, разве что на самые прибыльные маршруты можно поставить такие поезда. На самые длинные и на самые прибыльные. Скажем, вот этот вот маршрут. Насколько он прибыльный. Я думаю, вы видите эти цифры, насколько он прибыльный. Так, товарный. Вот товарняк у нас хорошо. Прибыль относится. Так, здесь. 110 лишних вагонов. Ну, 23 года. Еще молодой поезд. Так. Одну минуту. Линия номер 1 и линия номер 2. Ну, да, пока альтернативы у нас нет с поездами. Точнее, с трамваями. Так что, будем использовать то, что есть в наличии. Так, и линия номер 2 тоже будет заменяться. Но я верю, что появится еще какой-то более современный транспорт. И уже с его помощью мы сможем раскачать скорость наших городов. Так, что с этим поездом? Насколько он прибыльный? 120 и 120. Ну, до 2 миллионов. Так, красота просто. Неземная. Я не знаю, как вам, но мне лично очень нравится строительство этих транспортных артерий. Куча мостов и туннелей, которые будут пронизывать территорию нашей игровой вселенной. Итак, 65 миллионов наш текущий баланс. Это немного. Вот иметь миллионов 500 по нашим меркам было бы вполне прилично. А так, это десятая часть от необходимого капитала. Но, во всяком случае, у нас есть возможность работать на перспективу. Того, чего ранее у нас просто-напросто не было. Так, мои любимые мосты. Сколько времени я потратил, пока их возводил? Так, прекрасно. И мы прибываем в пункт назначения. Так, что у нас тут заводик? По 200 товаров производит. Пока хватало. Почти 2 миллиона. Да, этому поезду явно не хватает скорости. Я не буду его заменять еще рано. Может быть, появятся более совершенные технологии. Так, и что наш новый жизнодорожный маршрут? Как хорошо работает здесь трамвай? Плохо работает, очень плохо. Так, а с этой стороны? Четыре человека приехало. Так, ну что, какие-то люди приезжают на этот вагон. По идее, здесь тоже должен быть проходить строительный бум. Ух ты, е-мое. Какие города у нас? Все выше и выше. Так, вот это хороший поезд. Я думаю, он прибыльный у нас, да. Но опять же, прибыльность дела хорошая, но нам нужен большой пассажиропоток для перевозок. У нас элементарно не хватает пассажиров. При всем росте городов требуются большие масштабы. Так, в Ордиевке наконец-то тысяча населения есть. Да, это достижение. В Турийске у нас уже 800 людей. Так, и здесь продолжается рост. Так, интересно, что происходит у нас еще на нефтеперерабатывающем заводе. Да, нефти немало. Так, кто поставляет прибыльный ли их маршруты? Зна, как-то не особо. Так, один из них прибыльный. Так, давайте посмотрим, что с грузами. пятая линия требует замены. Давайте поменяем. десятая линия, так понимаю, отсутствует. на текущей станции тоже какое-то движение есть. Хотя бы небольшое, но есть. так же я не обещал, не забыл, так точнее, об обещании, которое давал насчет автотранспорта. Хотя бы в одном городе, но попытаться наладить автобусные маршруты. Я думаю, нужно выбрать город покрупнее. Так, Турийск. Турийск у нас второй по величине. Да, и здесь некоторые участки города, в которых можно было бы запустить этот транспорт. сделаем еще небольшую развязку. хм, ну ладно. Пока можно особо не зацикливаться на этой идее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, хорошо. Будет у меня здесь маленькое автодепо. Так, и опять кто-то требует замены. 39 маршрут. Ладно, я думаю, трамвай еще хоть раз да всплывет. А пока буду заниматься прокладкой новых путей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно будет пройтись по тем улицам, которых у нас нет никакого транспорта. Стараться обеспечить их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, отлично. есть какой-то есть какой-то маленький маршрут. Я думаю, можно запустить будет автобус. Сейчас только сформирую этот маршрут. Снова у нас 70 миллионов есть на счетах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, шаг за шагом идёт планомерная планомерная постройка этой сети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, есть. Тут даже по 4 автобуса хватило бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успеть проложить еще один маршрут простимулировав рост города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще интересно было с автобусным маршрутом справиться, посмотреть, что это есть, насколько он влияет на развитие города, насколько это отличается от влияния того же самого трамвая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, отлично есть два нашего трамва. Ну, конечно же, наша автобусная депо сейчас сделает свою роль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а где оно? Где моё автодепо? Да, чудеса бывают Ну ладно, фиг с этим автодепо, думаю новое можно поставить Ну ладно, пусть уже на крайне будет Так, купить автотранспорт и что нам тут предлагает? 13 пассажиров, 15, 16 Давайте, пусть будет Ну, три автобуса, наверное, будет с головой Так, продадим один из автобусов Поехали Так, выбираем линию Что у нас тут есть? Семьдесятая линия нужна Десятая Ну ладно Посмотрим, как наши бусы будут путешествовать по городу Так, первый бус пошёл Как это отразится на развитии города? Я думаю, будет определённая перестройка Поскольку Все жители мечтают передвигаться Мечтают иметь комфортабельные условия И выбор в выборе При выборе доставки в ту или иную часть города Поехали 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 Ну что ж, отлично Ну что ж, отлично Хотя бы по три этих автобуса будут курсировать Между городами Между городами нашего города Вернее сказать, между районами этого города Так, ну, в общем, интересно, что у нас с марш... Так, что с трамвами? Там шестой маршрут у нас есть Давайте его заменим Замена транспорта И вдруг появляется новый чудо-трамвай Нет, он не появляется Так, посмотрев на общий план города, вижу, что Хотя бы одно здание, да, вырастает Жилое здание Сколько процентов у нас тут заняты сети На 95 Неплохо Знаете, оно стоило того Маленькое развитие города Это большой плюс, в общем 842 жителя уже здесь есть И здесь у нас Коммерческое здание практически на 2 миллиона Стоимость квадратного метра Да, стеклянное здание это вам уже Совершенно другой уровень, другие масштабы Так как у нас сейчас принято, что существует два типа зданий То ли здания, которые собирают, то ли здания, которые выливают То есть, или сборные, или монолитные Ну, как правило, больше к монолитам склоняются Считается, что монолит гораздо крепче Вообще, интересно Такой вид архитектуры Первое большое, такое грандиозное монолитное здание Было построено в городе Харькове, если не ошибаюсь Газпром оно называлось И это здание Немцы, когда захватывали город Три раза пытались взорвать Ну, соответственно Квалифицированные инженеры Рассчитывали заряды Думали, что здание завалится Из трех попыток им не удалось это сделать Если хотите, зайдите в Викопедию Видел я там статью об этом здании До сих пор оно стоит Живое, здоровое И радуют жителей этого города Так, ну что Города развиваться продолжают Что с населением у нас? Главный город уже 1100 скоро будет иметь население Так, а почему вот этот город так медленно развивается? Я не понял Так, еще кто-то замена требует Это у нас 48-я линия и 49-я Будем помогать 48-49, хорошо Есть Замена 48-7 Нам не помешает А вот автобусный наш маршрут Убыточен Очень убыточен Минус 50 тысяч Ну что, все это во имя развития города Поэтому Выдержит наша экономика это напряжение Здесь целая улица есть прекрасных зданий Они могут возрасти А что касается нашего центра Который По счастливому совпадению всегда Схож с нашим железнодорожным вокзалом Здесь жизнь кипит, бурлит, развивается Так, что-то еще новое Так, 98-й транспорт 27-я 26-я Так, 27-я, 26-я линия также будем заменять В данном случае В данном случае это только поднимет наши расходы Что ж не жалко Ради любимых городов Города, по сути, всем обеспечены Максимальным потоком пассажиров Хотя не везде максимальные Кое-где есть линии, которые можно было бы еще построить Но это все на будущее Если захотим, доделаем Эти маршруты Ну, действительно Железная дорога просто Невероятно развивает жизнь в городах Здесь стоимость одного квадратного метра Уже за два миллиона может пришагнуть Поезда все пребывают Так, интересно, что у нас с нефтью Столько источников доставки нефти Так, рост производства не запланирован В общем, здесь тоже почему-то Хотелось бы планомерный рост иметь Так, 32 товара, 33 Так, этот поезд у нас тоже убыточный Но это не товарняк Так, 42, 43 Так, что насчет этого поезда Ну, тоже временами прибыльные бывают Так, нижний наш нефтяной транспорт Тоже приносит иногда прибыль Ладненько, здесь не за что переживать На дворе 1984 год Ещё у нас девятая линия устарела Как вы можете увидеть, доход наш практически упал Всё идёт сейчас на модернизацию Соответственно, повышаются наши расходы Так, девятая линия Замена транспорта Вардирку буквально вынуждаем Перестраиваться Итак, здесь что на остановках у нас Тоже движение транспорта как-то должно возрасти суть то в чем наши железнодорожных перевозок как вы видите автоперевозки тоже появились между городами но железная дорога должна гораздо быстрее осуществлять все это движение так и здесь у нас небоскребы я так понимаю это всеобщая тенденция что возле вокзалов одни небоскребы до коммерческие здания есть досуг промышленные здания и здесь тоже маленький но рост средний человек неплохо железная рода также в массовом порядке прибывает на наше производство эх хорошо так а что с этим производством здесь у нас на еле идет она да по сути убыточный транспорт ну что если у нас не будет более нужды в новых товарах то скорее всего придется мне снести до производства зачем нам нужно бесполезное производство держать постоянно расходовать какие-то деньги единственное на что еще рассчитываю последняя скажем так этот шанс это проложить дорогу ну вот как то с движением товаром здесь полегче будет ну что ж на уровне 60 миллионов мы стоим если в минус начнем уйти я буду обрезать все наши лишние траты благо города нам позволяют уже более-менее уверенно себя ощущать ну хотелось бы конечно верить в лучшим 71 из 100 еще кто-то у нас выработал свой маршрут ну что на дворе у нас 1984 год так 10 линия где-то должна она быть ну что убытки яма на лицо у нас ладно некоторые из поездов доигрались буду сокращать поставки этих ресурсов ни к чему кататься этим поездам впустую так здесь у нас тоже по сути уголь не сдвинулся с места но по одному вагону это не серьезно возить или холостую кататься лучше мы лишний миллион сэкономим пути я оставлю мало ли может на будущее пригодятся ну что ж приближаемся к 85 году так откуда здесь столько пассажиров человек 300 наверно нет 200 всего давайте наверно еще софт транспортом побалуемся так вот 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 интересным образом город разросся эх, шестьдесят, ой, восемьдесят пятый год все-таки настал ладно, лишние траты обрезаны еще один прорез сейчас будет списан также можно будет депо списать лишнее есть у нас 65 миллионов есть у нас рост городов и есть у нас перспектива дальнейшего развития так, что у нас в Ордиевке 1129 пассажиров, торговых объектов тоже за тысячу рабочих мест тоже скоро за тысячу будет ну просто город сказка а что самое главное, что внутренняя транспортная сеть здесь прибыльная правильно я же говорю? да давайте для разнообразия разные посмотрим поезда, вот этот вот поезд а нет, не все прибыльные ну, некоторые только разрабатывают прибыль в этих регионах так, помню, это была окраинная дорога и тут уже тоже появляется потихоньку жилое здание так, и вот еще один отшип ну ладно, напоследок я сделаю замену 11-12 линиям наверное, у нас прибыль большой не было в связи с заменой транспортных средств 13-12 линиям 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 Отлично, потихоньку весь этот транспорт будет заменен на более современный Так, 66 миллионов у нас есть Ну что, друзья, я думаю на этой серии все достаточно Сделали мы небольшой плюс, построили первую автобусную линию Внутригородскую, правда И наши города практически процветают во всех отношениях, набирают мощь Некоторые города даже приближаются к населению к тысячам Хорошо, с вами был Робулус, подписывайтесь обязательно на мой канал До скорого!